Кто хозяин в доме? Мужчина или женщина? На самом деле, первый ответ – женщина. Дайте я объясню. Когда люди женятся, это партнерство. Это, как говорят, 50 на 50. 50-50. Нет ни у кого контрольный пакет. У каждого есть ровно 50% акции. Ни капли больше, ни капли меньше. И только так можно построить настоящий, правильный дом. Говорят, что однажды из какой-то квартиры идет шум, крики, балаган, вещи там ломаются. Просто невероятно шумно. Сосед уже не может. Стучает в дверь. Маленький ребенок открывает, испуганно. А сосед спрашивает, а можно разговаривать с хозяином? Как раз об этом сейчас идет речь. Как раз непонятно еще, кто хозяин. Пусть разберутся, тогда вам скажу. Это проблема, когда в доме кто-то хочет стать хозяином. Хозяином над кем? Жена – это настоящий партнер. Здесь нет хозяина, нет второго человека. Если да, есть два хозяева, которые вместе построят этот прекрасный дом. С любовью, взаимопониманием, дружбой, единством. Тогда уже есть настоящая гармония. Когда они понимают, что только вместе мы можем все строить. Поэтому каждое решение нужно принимать обоюдно. Нужно, чтобы было согласие. Чтобы было настоящее взаимоуважение для того, чтобы правильные решения принимали уже вместе. И тогда уже дом строится правильно. Но если речь идет о мебели, о тарелках, которые нужно купить, куда ставить, что готовить. Понятно, что это больше ответственность супруга, имеется в виду женщины, которая сидит дома. И как в Торе написано, она основа дома. Фундамент дома на самом деле – это женщина. Потому что она воспитывает детей, она создает дух в доме, правильная аура. Поэтому наша задача, мужчины – помочь нашим женам, чтобы они смогли построить прекрасный, хороший дом. И чтобы каждый из нас чувствовал себя хозяином. И тогда уже любовь дарит нам много-много радости. Редактор субтитров А.Семкин